Татьяна Александровна, в Ярославской области не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. А что делается для того, чтобы оградить территорию от данного вируса? В Ярославской области на сегодня проводятся те же мероприятия, которые проводятся во всей России. То есть на сегодня контролируется въезд граждан, которые прибыли из стран, где есть случаи коронавирусной инфекции. Это связано прежде всего с тем, что не только оказывается больные являются источниками инфекции, но и носители. В последнее время это установлено, что здоровые внешние граждане, благополучные, которые были в контакте в эндомичных странах с коронавирусной инфекцией, могут привести эту инфекцию. И она особенно опасна для пожилых людей, для людей с различной патологией, хронической патологией легких, сердца, с сахарным диабетом, ну и многие другие заболевания, которые связаны с иммунодефицитом, с наличием иммунодефицита у больного. Поэтому очень важно, чтобы все, абсолютно все, кто вернулся из стран, где регистрируется коронавирусная инфекция, обязательно побывали на карантине так называемом. Или, если правильно назвать, это обсервация, разобщение. То есть люди 14 дней – это максимальный инкубационный период при коронавирусной инфекции. Или дома должны побыть, если они здоровы. Причем не только сами те люди, которые уже приехали, но и члены их семьи. Потому что дети, которые почти не болеют, крайне редко болеют, но могут быть заражены коронавирусом, вот этим приехавшим человеком. Они тоже, в общем-то, должны быть на карантине. Самое главное, что при этой инфекции мы должны понимать, что, ну как сказать, определить источник инфекции очень сложно. Если при других инфекциях, как правило, больной все-таки это человек, и его диагноз ему ставят, и, в общем, определяют, что он болен человек, и источник инфекции, то при этой инфекции, вот такая одна из удивительных инфекций, при которой даже носительство коронавируса – это опасно для окружающих. То есть, допустим, вот ребенка везти в школу, не везти в школу, как быть? Вот если карантин в семье, если кто-то приехал из этого района, конечно, лучше не везти. Потому что ребенок, если в семье есть пожилые люди, может принести эту инфекцию, если он в контакте оказался с карантином, и тогда это будет опасно для окружающих. Сам ребенок, может, и не пострадает, окружающие пострадают. Татьяна Александровна, благодарю, что уделили время и ответили на наши вопросы.